МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. И сегодня мы расскажем. Технические решения есть, инструкция к действию тоже. На Румлёвском мосту начали устанавливать пучки пролётного строения. Всё в электронном виде. В мае в областном центре планируют значительно сократить количество бумажных жировок, а к концу года по возможности вообще от них отказаться. Вблизи остановки «Ремботехника» планируют убрать пешеходный переход. В Гродницком коррекционном центре открылась комната сенсорной интеграции. Как она поможет детям с аутизмом? В городе продолжают собирать гуманитарную помощь для людей из Украины. Реконструкция Румлёвского моста в Гродно переходит в активную фазу. Рабочие готовятся приступить к капитальному ремонту сооружения. Для этого процесса пройти нужно несколько этапов. И прежде всего укрепить пролётное строение. Работы идут по графику и по всему участку перехода, как на мосту, так и под ним. Сверлим отверстия под анкера монолитной плиты, сверлятся технологические отверстия. И вот сверлим мы уже на восьмой опоре отверстия под усиление плиты пролётного строения. Так называемые пучки будем устанавливать, ну и, соответственно, натягивать с определённым усилием. Возможно, некоторым обывателям не видно наши теперешние работы, но ведётся большой объём подготовительных работ. То есть мы устанавливаем подмости для того, чтобы выполнить усиление пролётного строения. Пока на объекте идут строительные работы, на производственной базе занимаются материалами для капитального ремонта моста. Порядка десяти поставщиков и подрядчиков готовят арматорные и металлические конструкции, заменят на новые деформационные швы. Демонтированные с моста троллейбусные мачты тоже временно здесь. Их уже привели в порядок, очистили песком и покрасили. Это же касается перильного и барьерного ограждения. Впереди у рабочих ещё один сложный этап. Прежде чем тянуть пучки, нам необходимо сделать специальные площадки под пролётом моста. Вот сейчас на это сфокусирована вся работа. За моей спиной находится цех по переработке древесины. Пилится пиломатериал для устройства подмостей. Люди будут работать на высоте порядка 30 метров. В Гродно к концу этого года планируется по возможности прекратить выдачу бумажных жировок. Такое решение было принято местными властями в целях экономии бумаги и развития цифровизации города. С мая месяца нашим предприятиям планируется существенное сокращение предоставления извещений на бумажном носителе и к концу года по возможности совсем от них отказаться. На сегодня в городе Гродно нашими гражданами пользуются электронными извещениями порядка 22 тысяч человек. Напомним, в 2018 году гродненцам предложили отказаться от бумажных жировок на оплату коммунальных услуг и начать использовать электронные. Их преимущество в первую очередь в том, что к плательщику они доходят на два дня раньше. А это позволяет не только заранее планировать бюджет, но и избежать очередей при оплате по старинке в банке или на почте. К тому же виртуальные извещения доступны в любой точке мира и не потеряются в почтовых ящиках. Ранее к этой услуге подключались в большинстве те люди, которые часто уезжают в командировки или не проживают в своих квартирах и домах. В основном это молодежь и люди среднего возраста. Кроме того, важно понимать, что на распечатку жировок уходит в месяц около 700 килограммов бумаги. Ну а полный отказ от них поможет сэкономить бюджетные средства и отчасти сберечь окружающую среду. За полчаса три предупреждения при повторном нарушении штраф. Сотрудники Гродницкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды продолжают рейды по городу. Проверяют, как сортируют отходы и что выбрасывают чаще всего. Возле жилых домов на площадках установлены специальные контейнеры, а по закону при их наличии люди обязаны разделять мусор. Специалисты следят не только за раздельным сбором отходов, фиксируют и несанкционированные свалки. Их, кстати, в Гродно становится все меньше. А вот перебрать бытовой мусор перед тем, как он отправится в контейнер, время и желание находят далеко не все. Охрана природы. Хотели утащить, как мусор сортируется? Что-ли вы там разобрали? Не, не все. А бумагу, пластик отдельно? Пластик отдельно, да, отдельно. А так вообще? Мы не видели, что пластик. А у меня не было ничего. А что было? Бумаги не было? Бумаги не было. Были железные коробочки от консервов там, от всех. Некоторым пришлось заняться сортировкой мусора уже после того, как он отправился на свалку, а затем пообщаться с инспекторами. Такие рейды проходят регулярно. Специалисты контролируют выполнение плана по наведению порядка в городе. Наиболее типичные нарушения – неразделение отходов по видам. В контейнеры для смешанных отходов попадает стекло, пластик, бумага. За данное нарушение, несоблюдение загадательства обращения с отходами, физические лица могут быть подвергнуты штраф в размере до 30 базовых величин. Мы видим тенденцию по снижению нарушений, которые допускаются населением именно в части разделения отходов по видам. Я думаю, что это тоже наша немаленькая заслуга, потому что мы проводим довольно неплохо по классическому работу с населением. В Гродницкой области созданы условия, чтобы привлечь иностранных туристов. Об этом рассказал председатель Гродницкого облсполкома Владимир Карайник во время брифинга. Напомним, в Гродно и часть районов Гродницкой области снова можно приехать без визы. Такая возможность была приостановлена из-за пандемии. Со слов специалистов, за эти два года регион нарастил потенциал, улучшил инфраструктуру, провели реставрационные работы на объектах историко-культурного наследия. Также Владимир Карайник отметил, что на данном этапе очень сложно прогнозировать количество туристов, потому что период восстановления туристической отрасли после пандемии не будет быстрым. В Гродницком коррекционно-развивающем центре обучения и реабилитации вскоре начнет работать комната сенсорной интеграции. Заниматься там смогут ребята с разными видами расстройств, например, аутизм или нарушение речи. Среда специальной комнаты способствует коррекции всех типов сенсорного восприятия – зрительного, двигательного и даже вестибулярного. Подробнее об этом узнавала наша съемочная группа. Есть определенные здесь оборудования с разными запахами, что стимулирует обоняние. В комнате сенсорной интеграции – тренажеры, которые помогают корректировать восприятие мира у детей с заболеваниями аутизма. Для воспитанников коррекционного центра, где находятся дети с тяжелыми заболеваниями, такое помещение незаменимо. Для обычного человека слуховая, зрительная и моторная чувствительность срабатывают по умолчанию. У ребят с нарушениями аутистического спектра все совсем иначе. Им нужно учиться базовым реакциям каждый день. Незаменимые помощники в этом – родители и педагоги. 44 ребенка. Из них, к слову сказать, 29 детей с расстройствами аутистического спектра. Это и определяет тип нарушений детей нашего коррекционного центра, и определяет квалификацию и специфику подготовки наших специалистов. Это учителя со специальным образованием, это учителя-дефектологи со специальным образованием. Детей также сопровождают воспитатели, поскольку дети здесь находятся полный день, как в обычном детском саду и школе. Сопровождают воспитатели, и что важно хотелось бы отметить, их сопровождают воспитатели индивидуального сопровождения. Это такого рода тьютеры, индивидуальные сопровождающие для каждого ребенка. В той же комнате сенсорной интеграции дети находятся вместе с профессионалами и проходят специальный комплекс реабилитации, который для каждого ребенка разрабатывается индивидуально. Вот, например, сенсорная дорожка, показанная для развития тактильной чувствительности, световое оборудование, стимулирующее зрительное восприятие. А этот тренажер называется «Дом совы» и способствует укреплению и коррекции работы вестибулярного аппарата. К слову, для полноценного развития детей в коррекционном центре создано еще несколько специальных помещений. А это сенсорная комната. Она создана для того, чтобы дети смогли сюда прийти, немного отдохнуть и успокоиться. Выполнена в светлых пастельных тонах. Когда дети сюда приходят, включается успокаивающая музыка. Здесь есть специальная интерактивная панель, интерактивный бассейн, а за моей спиной находится стена, которую оформили сами педагоги коррекционного центра. Сами же воспитатели придумали и ауткомнату. Находится она в классе, где обучаются дети с особо тяжелыми проблемами нежелательных поведенческих реакций. Как только ребенок перевозбуждается, вместе с педагогом он может прийти сюда, чтобы успокоиться. О том, как нужно вести себя с детьми, у которых есть расстройства аутистического спектра, рассказывают и в специальном ресурсном центре. Мы оказываем консультативную помощь специалистам разных учреждений образования. Проводится ежегодная практика для студентов нашего университета имени Янки Купалы. Мы проводим лекции для института развития образования, для курсов повышения квалификации. И также различные организуются мастер-классы по разной тематике. Это дает возможность обеспечить психолого-педагогическую компетентность наших родителей, которые воспитывают детей с аутизмом, а также специалистов, которые работают с данной категорией детей. На базе коррекционно-развивающего центра ресурсный центр работает уже несколько лет. Сюда может обратиться каждый, у кого в семье возникают характерные проблемы. Здесь специалисты точно смогут помочь с реабилитацией и расскажут, как действовать дальше. Ведь с каждым годом число детей с расстройствами аутистического спектра увеличивается, в том числе и потому, что диагностировать подобные нарушения теперь возможно и на ранних стадиях. В рамках месячника по информированию населения о проблеме аутизма сотрудники коррекционного центра ежегодно проводят разные акции. Это не только музыкально-спортивные мероприятия, я хочу подчеркнуть. Это выставки наших работ, наших детей. Это обязательно информирование учреждений образования города Гродно о проблеме аутизма. Наши ребята талантливые. Наши ребята, хоть они и особенные, но они талантливые по-своему. Такие встречи, они наоборот только укрепляют нашу дружбу. Потому что мы увидим, не зря наше сегодняшнее мероприятие проходит под девизом «Мы вместе». Мы разные, но мы равные. Расстройство аутистического спектра, к сожалению, пока не лечится. Возможно лишь поддерживать и корректировать состояние ребенка. Для этого воспитатели и педагоги коррекционного центра ежедневно стараются придумывать новые формы работы с детьми, чтобы их жизнь была более комфортной. Анна Соловей, Андрей Шиповалов. Новости Гродно+. В Гродно на один пешеходный переход станет меньше. Зебру планируют убрать вблизи остановки «Ремботехника» на Виленском переулке. Подготовительные работы по ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода уже начались. Связано это с двумя причинами. Первая – это низкая интенсивность движения пешеходов. Вторая связана с тем, что данный переход является небезопасным, поскольку проходит через четыре полосы движения для автотранспорта. Для альтернативного движения пешеходов могут использоваться два перехода. Первый – это регулируемый вблизи улицы Лермонтова, а второй – нерегулируемый вблизи улицы Рабочей. Также на данном участке дороги будет возвращена правоповоротная полоса при движении со стороны улицы Лермонтова. В Гродно продолжают собирать гуманитарную помощь для людей из Украины. Масштабные посылки отправляют на границу в Гомельскую область, а также украинцы, которые приехали и остались в Гродно, могут получить продукты и средства гигиены в Красном Кресте. К слову, в организации сообщают, что чаще всего обращаются люди, у которых заблокированы банковские карты, и они буквально остались без средств к существованию. В первую очередь необходимы шампуни, мыло, зубные щетки и пасты, влажные салфетки и маски. Кроме того, крупы, консервы, детское питание. В настоящее время очень востребованным является эта одежда. И желательно, чтобы это, конечно, было в хорошем состоянии, а еще лучше, чтобы это все-таки новые были. Действуют также благотворительные счета, которые актуализировал именно Союз молодежи с той целью, чтобы поступали и денежные средства на помощь вот этим людям, которые прибыли. Пункты добра для помощи людям из Украины открыли по всей стране. Благотворительную акцию организовывает БРСМ и Красный Крест. По информации Госпогранкомитета Беларуси, порядка тысячи украинцев ежедневно прибывают на территорию нашей страны, в том числе через Польшу, Литву и Латвию. По данным ООН, с 24 февраля свыше 4 миллионов человек покинули Украину. Несколько семей остались в Гродно. Им сейчас нужна помощь гуманитарная в том числе. У них как бы тяжелая сейчас ситуация в стране. И как бы наша не только помощь продуктами, еще чем-то, а может даже какими-то медикаментами. Но с нашей стороны я считаю, что это будет правильно. Присоединилась большая часть колледжа, а то и все из колледжа. Ну, активно очень принимали в этом участие, собирали, издавали. Принимать помощь будут в комитете БРСМ по адресу площадь Тезенгауза, 4. Кроме того, пункты добра работают в главных корпусах гродницких университетов. В аграрном, медицинском и Янке Купалы, в том числе и в Красном Кресте. Волонтеры будут работать по будням с 15 до 18. В Гродно начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок. В будущие выходные 16 и 17 апреля начнут работать сразу две. На внутренней парковке торгового центра «Олд Сити» и на прилегающей территории магазина «Виталюр» по улице Индурская, шоссе 9. В первую очередь ярмарки нацелены на дачный сезон. Там можно будет приобрести тысячи разных семян, саженцы плодовых деревьев и многолетних цветов сотен сортов. От слив яблони и черешни до голубики, малины и шелковицы. Кроме того, будет и семенной картофель. Для клумб экзотические растения, кусты туи. Помимо будущего урожая фермеры предложат фрукты, овощи и зелень. С 11 апреля администрация Ленинского района Гродно будет располагаться по новому адресу Лермонтово-2. Это бывшее здание Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского обл.сполкома. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин